Всем привет! Сегодня мы приготовим чипсы за одну минуту, за один час и за один день. Итак, приготовить чипсы за одну минуту можно только при условии, что масло будет заранее разогрето. Время пошло! А готовить мы будем вот такой полуфабрикат, который называется креветочные чипсы. Это такие заготовки, сделанные из креветок и крахмала. И на ощупь больше напоминают пластик, чем что-то съедобное. Все, что нужно с ними сделать, это просто бросить в горячее масло и наблюдать за магией. Чипсы выросли на глазах прямо в разы. Перекладываем их на досточку. Все, на этом чипсы за одну минуту готовы. Они очень хрустящие и по структуре похожи на кукурузные палочки. Давайте попробуем. Просто хрустящие чипсы со вкусом креветки. Итак, на приготовление следующих чипсов у нас есть целый час. Этого уже хватит, чтобы приготовить хорошие картофельные чипсы. Итак, очищаем картошку от кожуры. Хорошенько промываем. Теперь картошку нужно нарезать. Ножом это делать не лучшая идея. Чипсы одинаковой толщины вряд ли получатся. Поэтому будем использовать вот такой слайсер. Нанизываем картошку на держатель. И нарезаем. Получаются вот такие ровные рифленые кусочки. И что самое главное, все они одинаковой толщины. Мы сделали таких много. Пересыпаем их в миску. И заливаем водой. А теперь просто оставляем на 20 минут, чтобы без картошки вышел лишний крахмал. После чего растилаем бумажные полотенца. Перекладываем на него ломтики картофеля. И промакиваем, чтобы на них не осталось воды. Збрасываем обратно в миску. Заливаем маслом. И перемешиваем. Заполняем картошкой два противня. И специи будем использовать сушеный укроп и зеленый лук. Посыпаем ими чипсы. Также солим. И в духовку. Выставляем 200 градусов и включаем конвекцию. Запекаем чипсы на протяжении 20 минут. Итак, чипсы, на приготовление которых ушел один час, готовы. Так как эти чипсы, приготовленные в духовке, они не такие вредные, как обычные. Давайте пробовать. Эти чипсы привычнее и гораздо вкуснее предыдущих. А на приготовление последних чипс у нас будет целый день. И будут они со вкусом раков. Раки должны быть обязательно живыми. Итак, чтобы правильно их сварить, отправляем пучок укропа в воду. Раздавливаем головку чеснока. И очищаем зубчики. Тоже в воду. Также очищаем луковицу от шелухи. И тоже в кастрюлю. Остается добавить много соли. И на плиту. Как только вода хорошо закипела, забрасываем раков. Будем варить их на протяжении 15 минут. После чего им нужно дать полностью остыть в бульоне. На этом раки готовы. Достаю мясо из хитина. Продолжение следует... Вот сколько мяса по итогу получилось. Теперь нужна сушилка. Выкладываем в нее мясо раков. Накрываем крышкой. Выставляем 50 градусов и включаем. Теперь нужно, чтобы из мяса выпарилась вся влага. Случилось это только спустя 5 часов. Просто посмотрите, насколько мясо уменьшилось в объеме. Перекладываем все это мясо в кофемолку. И измельчаем в порошок. У нас получилась натуральная вкусовая добавка. Но хитин из подраков мы тоже не выкидываем. В нем еще осталось много вкуса. Перекладываем его в стеклянную чашу. И заливаем маслом. Ставим в духовку при 100 градусах. Чтоб весь оставшийся вкус из хитина перешел в масло. Переходим к картошке. Очищаем ее от кожуры. Используем именно сорт картошки, подходящий для варки. Уже чистую картошку нарезаем на кусочки. Отправляем в кастрюлю с водой. И на плиту. Затем сливаем воду. И превращаем картошку в пюре. Добавляем соль. Нашу вкусовую добавку из мяса раков. Также мы решили сделать чипсы острыми. И для этого взяли самый острый в мире перец Каролина Риппер. И это не я придумал, а существует таблица остроты под названием шкала сковела. Например, перец халапеньо, который многие знают, имеет 2500 сковелей. А вот перец Каролина Риппер 2,3 миллиона сковелей. То есть он в 920 раз острее халапеньо. Перед началом работы одеваем маску и перчатки. Разламываем один перец в кофемолку. И тоже превращаем его в порошок. Отправляем в пюре. Перемешиваем. Подсыпаем муку. И замешиваем картофельное тесто. Готово! Раскатываем его в большую колбаску. И нарезаем на шайбы. Каждую шайбу раскатываем скалкой. Получается вот такая форма чипса. И повторяем так еще очень много раз. В наших заготовках делаем дырочки с помощью вилки, чтобы потом чипсы не вздувались. И обжариваем во фритюре. Как только чипсы подзолотились, достаем их и перекладываем на бумажное полотенце. Чипсы, которые мы готовили практически целый день, готовы. Но это не все. Масло, которое настоялось на раковых панцирях, переливаем в чашу поменьше. Туда же выдавливаем горчицу, добавляем перец, соль, лимонный сок и разбиваем два яйца. Погружным блендером накрываем яйца и превращаем все это в майонез. Правда, это не просто майонез, а майонез очень мощный вкусом раков. Ну что, давайте попробуем. Очень хрустящие чипсы со вкусом рака. Похоже на магазинные чипсы с крабом, только натуральнее. Но спустя секунд 10 ты начинаешь чувствовать остроту. И с каждой секундой она становится сильнее и сильнее. Это не просто остро, а остро прям до боли. В общем, лучше такой перец вообще никуда не добавлять. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и клацайте на вот этот плейлист. Там еще много видео с едой за одну минуту, за один час и за один день. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok